Дорогие друзья, продолжаем наш разговор. Сегодня у нас в гостях известный семейный психолог Наталья Цветкова. И мы говорим о мифах, как относятся к разводу мужчины и женщины, что мешает разводу, и что ему помогает, и как нужно правильно относиться, чтобы пережить развод. Или вообще его не допустить. Так ведь, Наталья Фанасьевна? Вот эти-то мифы, они нас загоняют в ловушку стереотипов. Итак, о некоторых мы уже поговорили. Мы сейчас говорим о мужских мифах, о том, что думают мужчины о разводе, и что думают женщины, как они считают, что мужчины так думают. Немножко запутанно говорю, но вот следующий миф. Якобы мужчина разводится, потому что он желает свободы. Действительно ли это так? Наверное, в каком-то смысле можно сказать, но тогда возникает вопрос, свобода от чего? Свобода от семьи, наверное, от какого-то контроля, от обязанностей, возможно. Значит, что тогда мы имеем, какую ситуацию мы имеем? Если человек вместо любви, дружбы, поддержки, идет за мифической свободой, а потребность в любви и дружбе одна из базовых потребностей человека, значит, на самом деле он хочет освободиться от нелюбви, от непонимания, неуважения, недооценки. И свобода ему представляется просто шансом получить другое отношение. Поэтому на самом деле абсолютно все, давайте скажем так, вот наш, и мужчины, и женщины, уходя из семьи по собственной инициативе, ищут не свободу, а другое отношение. Другое отношение. То есть это тоже миф, потому что, я, опять же, готовясь к передаче, считала, что мужчина, напротив, вот такая свобода-то не особенная и нужна, потому что, в отличие от женщин, мы более гибкие существа, мужчина, напротив, очень быстро привыкает к какому-то порядку, чтобы ему приятно. Тапочки стояли. На одном месте носочек, чашечку с утра эту подавали. И вот, поэтому, конечно, несомненно, в этом смысле это точно миф. Это точно миф. Мужчине нужен порядок, стабильность в этом смысле. Да, любовь, понимание. Тыл, надежный тыл. И когда нам говорят, ну, что вы все про тапочки и про чашечки, а вот про секс, вот они уходят за свободным сексом, да, так мы должны просто не бояться сказать, что действительно мы даже можем принять полигамность мужчины, да, и это другой вопрос, может ли мужчина там долгие-долгие годы оставаться верен своей супруге, и что считать изменой, это вообще другие вопросы. Но, когда мы говорим, он уходит за сексуальной свободой, то тогда мы должны констатировать, что с женой они не смогли найти такого взаимодействия в интимной сфере, которое бы давало им удовольствие. Понимаете? А это возможно всегда. Вот это мое глубокое убеждение, что если люди когда-то друг другу доставляли удовольствие, они всегда могут его возродить. Да. Ну, это, нужно сказать, что это работа, да, над этим нужно работать. Это сознательные усилия. Конечно, да. Слово «работа» теперь не модно, усилия. Усилия. Сознательные усилия. Сознательные усилия, действительно, для того, чтобы семья сохранилась, конечно же. У нас ждет звонок, но перед этим один еще вопрос. Миф третий, что мужчина, разведясь, сразу становится завидным женихом. Вот как раз о чем мы говорили в первой части нашей программы, что, да, вот когда мужчины разводятся, им легче найти вторую семью, найти женщину. Да, да. Женщине сложнее, а он-то уж, конечно, его завсегда найдутся. Действительно ли это так? Ну, этому противоречит, между прочим, статистика. Потому что, если мы спросим, а какие разводы наиболее часто происходят, какие браки распадаются наиболее часто, Татьяна, вы удивитесь, вторые. Вторые. Конечно, и вот когда мужчина вдруг почувствовал себя таким женихом, вот он вышел на этот рынок женихов и сразу же женился, и почему-то потом он не соответствует ожиданиям женщины. Я что хочу сказать, что на самом деле один из признаков трансформации института семьи в том, что женщины стали гораздо более требовательными. И если первая жена иногда очень нивелирует в обществе и для себя недостатки своей сильной половины, то оказавшись один, да, без тыла, да, вот неприкрытый, он совсем не так хороший, не так привлекателен, как ему самому может казаться долгое время. Поэтому, дорогие мужчины, прежде чем считать, что вы выдающийся жених, лучше постарайтесь стать хорошим мужем. Да, тогда действительно будьте прекрасным женихом. Ну вот есть такая статистика, что 65 разведенных мужчин повторно женятся в течение ближайших пяти лет. При этом, кстати, они убеждены, что первая жена была лучше. Это по данным некоторых психологов наших. Конечно, конечно. Первый брак вспоминается ностальгически очень часто, понимаете. Даже пережаренная картошка кажется там вообще нормой. Конечно, смотрите, это ведь только подтверждение того, что брак вообще это работа. И просто от перемены партнеров, конечно, очень часто так выбор был совершен неправильный. Ну да, если в этом случае, да. Но гораздо чаще просто люди не осознали свою ответственность друг перед другом, да. И вместо того, чтобы осознавать ответственность, решили менять партнеров. Конечно. Давайте послушаем звонок нашего телезрителя. Пожалуйста, говорите, мы вы в эфире. Мы вас слушаем внимательно. Алло. Алло. Да. Добрый день. Добрый день. Вот я звонила вам из Волгограда. Ну вот у меня вопрос такой, наверное, глупый. Ну вот я уже только столько все передумала, и вот в конец запуталась. Мы с мужем живем уже 7 лет. Вот у нас есть маленькая дочка, ей 4,5 годика. Мы поженились мы рано, нам было по 20 лет, мне и ему. Вот, ну сейчас у нас вот как-то охладили отношения. И как мы с ними не пытаемся все вернуть, все равно у нас все как-то перерастает в какие-то ссоры, все постоянно срываемся, или я, или он. Вот. И вот хочется, чтобы наверняка знать, что смысла нет продолжать мучить себя, его мучить. Вот скажите, как понять, вот разводиться или вот еще все-таки можно что-то вернуть? Вы 7 лет вместе, да? Спасибо. Ну, психологи говорят, что 7 лет – это какая-то критическая цифра в семейных отношениях. Да, да, да. Год, 3 года и 7 лет, действительно, следующие 11, а следующие 18. Брат без кризиса, как вы видите, не бывает. Смотрите, очень хороший вопрос. Действительно, он хорош уже тем, что наша телезрительница понимает, что пока есть муж, есть вообще возможность совершенствовать брак. После развода этой возможности нет. И вот если так кратко ответить, что должно служить вот таким сигналом, вам больше не надо быть вместе. Вы знаете, это отсутствие уважения к партнеру. Вот если все его поведение не вызывает вот этого чувства, что мне не нравится, как он себя ведет, но я уважаю, потому что я вижу в этом ум, в силу воли, например, да? Вот я считаю, что только совершенно разрушенное уважение не должны люди жить с ничтожеством. Вот если ты… Вы считаете, что этот мужчина, да, не заслуживает уважения. Вашего уважения. Вашего, конечно. Вы перестали видеть в нем силу, ум, поддержку, да, способность поддержать, способность понять. Понимаете, оцените личность. Потому что в отношениях вы запутались. Они могут восстановиться только если вы реально, без обиды оцените личность и себя спросите, а я хочу его полюбить второй раз. Вот я его первый раз разлюбила. Вот во что я могу влюбиться второй раз? Понимаете? Ну, возможно, здесь, как говорят, нужно, опять же, слово не работать, а совершенствоваться, да, каждому члену семьи. Потому что что такое любовь? Любовь, вот, на мой взгляд, это такое взаимоотношение между людьми, которое делает лучше каждого, да, из членов семьи. Оно дает возможность ему развиваться. Когда один другому помогает в чем-то увидеть что-то новое в себе, да. И поддержать это новое. Жена мужа, муж жене поддержать, да, дать дальше, скажем, как-то дорогу. И, соответственно, вместе, к вершинам, да. К счастью. К счастью. В лучшем виде. Когда они говорят, что хотите иметь лучшего мужа, станьте лучшей женой. Почему я заговорила об уважении? То есть спросите себя, вот мне хочется ради тех личных качеств моего мужа стать лучшей женой. Вот хочется мне, понятно, что вы будете ссориться пока, но если у вас есть вот это желание все-таки стать лучшей женой, работайте над браком. Тогда можно остаться в этом браке и поработать. Мне кажется, развестись-то всегда ведь можно успеть, да, это никогда не поздно. Ну, вот вы знаете, только... Это тоже миф, Наталья Федоровна. Вот именно, потому что очень многие потом люди, и мужчины, и женщины, оглядываясь назад, говорят, меня держало, ложные страхи держали меня в браке, да. Страхи одиночества, социального осуждения, родственники не поймут, общество осудит, и вообще никому я не нужна, да. И время упущено. И время упущено. Время для чего? Время для того, чтобы реально обрести свободу. И реально строить другие отношения и чувствовать себя более адекватной. Ведь очень многие терпят оскорбления, унижения. Ради этих мифов. Ради вот этих мифов. Да, да. Понимаете? Который плохенький, но мой. Вот не надо плохенький. Надо не плохенький. Потому что вы теряете, дорогие мои, время. Следующий звонок в нашу студию. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ну, спасибо за звонок. Очень был хороший звонок. Очень хороший вопрос. Вот у меня такой вопрос. Четыре года назад я развелся с женой по ее инициативе. Но вот недавно в гостях у наших общих друзей мы снова как бы с ней встретились. И на этой вечеринке она мне уделяла много внимания. Я просто не мог понять, за чего это и в какие причины. Как вы думаете, стоит ли мне доверять ей и начинать все сначала? А она замужем и вы? Нет. И вы тоже свободны? И мы, да. Ну, как бы, да, свободны. Так. А причина развода какая была, да? Ваши измены? Ну, знаете, она ревновала у меня. Наши измены все-таки. Ругалась. Так. Ну, в общем, не верила, не доверяла. Безосновательные? Да, безосновательные. Безосновательные. Я просто приходил с работы, она скандал устраивала и так далее. Смотря в мои мобильные звонки, там, смс. Понятно. А вы не препятствовали этому разводу? Или она так поставила? Нет, ну, я пытался как-то все уравновесить, чтобы не было. Я против этих всех разводов и так далее. Но она надавила. Понятно. А теперь пытается как-то вернуть или, по крайней мере, вот так флиртует с молодчиком? Ну да, открыто, даже при товарищах и так далее. Мне нравится тональность вопроса. Молодому человеку так понравилась эта ситуация, что его сначала отвергли. Ну так он и разводиться не хотел. Сначала его отвергли. Теперь жизнь как бы доказала, что он был прав. Ну, если серьезно ответить на этот вопрос, то все-таки, если интересно ответить на этот флирт, если действительно вы чувствуете, что вам интересно с ней кокетничать, за ней ухаживать, восстановить какие-то интимные отношения, то, конечно, совет – да. Конечно, безусловно. Просто здесь не должно быть никакого насилия над собой, что теперь вот я ей докажу, что она была неправа. Вот теперь она ко мне пришла, и она увидит, что я лучший вообще в мире мужчина. Или не попадаться на другой миф. Типа, ты что, не мужик, тебя, значит, женщина оставила, да? Да-да-да, ты опять, а ты снова туда. Нет-нет-нет, безусловно. Вот ни в коем случае, если любите, если действительно осталась любовь. Если чувствуете пока просто желание быть вместе, так развивайте это желание и будьте с ней, потом посмотрите, хочется вам дальше развивать с ней отношения или все-таки ее ревнивость не даст вам возможность, потому что, конечно, ревнивость – это свойство партнера, с которым очень трудно жить. Ну, может быть, как раз девушка осознала за это время после развода, возможно, что она поступила неправильно. Или мальчик себя будет вести по-другому. Может быть. Может быть. Может быть. Мальчик такой веселый. К такому флирту нужно все-таки присмотреться и, возможно, попробовать. Возможно, но только искренне с собой. Да, мне эта женщина нравится. Если будут повторные сигналы ревности. О ревности, то все-таки я должна сказать, что с ревнивцем жить очень-очень сложно. Очень сложно. И лучше тогда уже не рисковать. Да. Хорошо. Какие еще мужские мифы можно, скажем так, здесь вспомнить? Наталья Фанасьевна, может быть, я не все перечислила? Наверняка не все. Наверняка есть общие мифы мужские и женские о разводе, о которых мы тоже сегодня уже упомянули. Есть какие-то еще вот такие очень распространенные мужские заблуждения по поводу развода? Есть. Например? Например, что чем моложе жена, тем качественнее брак. Например. Это такой какой-то вот прямо побеждающий у нас миф. Да, все побеждающие в последнее время. Понимаете, вот начиная с 40 лет мужчины и далее мужчины приписывают свою вообще общий такой свой кризис. Они приписывают тому, что жена перестала быть такой молодой, такой привлекательной. И вот есть этот миф, он очень поверхностный, очень неглубокий. Его даже обсуждать не хочется, потому что это точно не так. Но он очень распространенный. Что чем моложе жена, тем качественнее брак. Почему это не так? Потому что все-таки помимо сексуального взаимодействия в семье очень много других сфер взаимодействия. И вот наблюдая эти браки, они называются May-December, май-декабрь. Майского возраста девушка и декабрьского возраста мужчина. И все-таки у них вообще есть проблема. Отсутствие достаточного взаимопонимания. И молодая девочка, она даже не может увидеть глубину своего партнера очень часто. Понимаете, она, так сказать, по-другому его оценивает. Очень поверхностно. Поэтому этот миф есть. Чем быстрее общество от него избавится, тем лучше. Просто мода какая-то. И девочкам полезно. Уже где-то лет 20 у нас устойчиво держится мода на... Вот этот миф. Этот миф, да. Что чем моложе, тем брак качественнее. Это не так. И мы видим, как распадаются эти братья, какими трагедиями они заканчиваются уже. Причем для мужской стороны. Когда мужчина чувствует себя буквально выпотрошенным. Не в финансовом смысле. Ну и в этом тоже. Хотя и в этом тоже, да. Потому что он понимает, что его любили-то за деньги чаще всего. Да, прежде всего за деньги. Прежде всего, да. За его статус, что он уже чего-то достиг. За статус, связи, деньги, конечно. И он чувствует себя просто опустошенным, выпотрошенным. Понимаете? И очень же многие потом начинают очень дружить со своими прежними женами. И говорят, только ты меня понимала, с чем они приходят. Боже мой, как ты меня понимала. Приходит осознание важности. Да. Что важнее, на самом деле. Что важнее, да. Значит, этот миф есть. Еще есть один такой миф, который... И мы переходим к женщинам. И у нас еще один звонок. Хорошо. И последний тогда миф, что когда становятся взрослыми дети, то теряется смысл продолжения брака. Понимаете? Потому что тогда точно нужен другой... Он очень устойчивый, этот миф. Вы вот так удивляетесь. Нет, нет, я не удивляюсь, потому что дети выросли, ответственности уже практически никакой нет. Никакой. Не практически, а никакой. Есть вот мужчины, которые говорят, а нам неинтересно. И поэтому я не иду за сексом, объясняют, да, мужчины. Мне просто нужен какой-то интерес. А на самом деле это какой-то просто кризисный, ну, какой-то такой переход. Это неумение людей поддержать интерес друг к другу. На этот период времени, да. Потому что, конечно, дети уходят из семьи, они вырастают, и муж и жена остаются один на один друг с другом, да. Нет вот этого буфера. И тут выясняются... Умеют они быть интересными друг другу или нет? Умеют они по-настоящему дать вот это вот ощущение, что жизнь-то только улучшается. Поэтому к этому моменту надо быть просто готовым, мне кажется, когда дети вырастают. Взамен этого вот тот самый пример, когда просто разъезжаются в никуда. Просто потому что я не вижу смысла, так сказать, быть рядом с партнёром. А смысл-то, как раз, увидеть и можно во многих случаях. Он возрастает. У нас звонок, звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересную тему вы сегодня затронули. Я вот по поводу ваших слов о том, что в браке надо уметь дружить и договариваться. Я развилась со своим мужем после 18 лет брака. И вот как-то не смогли мы цивилизованно выстроить наши... Даже развод цивилизованный не смогли пройти. Хотя я была настроена именно на какие-то нормальные человеческие отношения после развода. Потом я встретила мужчину, мы целый год жили в гражданском браке. И в принципе, я увидела симптомы те же самые. Какой-то резкий такой тотальный контроль, ревность с его стороны. Я начала ему объяснять, что всё это у меня уже было. И мне, в общем, многие вещи не нравятся тоже в твоём поведении. Но я работаю над собой. Как вы говорите сейчас, усилия прикладываю. Почему бы тебе тоже не поработать над отношением к ситуации? Но я так и не смогла достучаться. Это превратилось в какую-то такую ревность, что я даже стала уже бояться его. И я прекратила наши отношения. Я сказала, что всё это у меня уже было. Скажите, пожалуйста, всё-таки получается ли у кого-то договариваться в браке? Мне кажется, что таких меньшинствовало. И это настолько редкий и уникальный случай. Всё-таки, мне кажется, мужчине и женщине очень сложно договориться. Что они не слышат друг друга. Или редко слышат друг друга. Или плохо слышат друг друга. Спасибо. Или мне просто так привезло. Философский вопрос. Как раз большинство мужчин и женщин могут друг другу договориться. Просто мы не знаем обстоятельств первого брака. Более подробно нам рассказали о втором. Почему? Кто-то не захотел? Это как предыдущая наша история. Что действительно мужчина-ревнивец или женщина-ревнивец – это очень плохой партнёр. С ними, как правило, сложно договориться. Это как раз. Это паранояльное состояние. Оно, в общем, не очень… Способствует договорённости. Понимаете, это всё-таки паранойя – ревность. И поэтому человек в этот момент, когда он ревнует, да, впадает в эту ревность, он же неадекватен. Поэтому к разуму не достучишься. Потому что у него все мыслительные процессы блокированы вот этой эмоциональной невротичностью ревности. Поэтому я хочу сказать просто женщине, на что ей надо обратить внимание, она точно сможет разговаривать, если она, отслеживая в мужчине зародыши ревности, зародыши, вот как в тот момент станет себе говорить, что я точно знаю, что я с ревностью работать не умею. Потому что есть женщины, которые с ревнивцами живут, понимаете, как-то умеют приспосабливаться, им доставляют удовольствие оправдываться всё время. Это тот случай, когда они нашли друг друга. Когда они нашли друг друга, да. Ей нравится и говорит, ревнует, значит, любит. Понимаете, если вот наша корреспондентка, она не такого рода, то тогда надо себе просто сказать, к сожалению, видимо, этот стереотип встречать ревнивца, наверное, семейный, что как только я встречаю ревнивца, и при этом я знаю, что я реально не даю повода, это просто не тот мужчина, с которым мне надо договариваться. Конечно. То есть не надо тратить время тогда на таких. Не надо. Да, это уже... Не надо тратить время. Да, у нас несколько минут до окончания программы всё-таки хотелось вот перечислить такие женские стереотипы, хотя они прозвучали и в мужских. Там, допустим, разлюбила мужа, а бросить его боюсь. Да, вот. Да. Да, у нас он сегодня звучал. Хоть кухоньки домой у нас. Да, хоть кухоньки домой мы сегодня говорили. Надо жить ради детей. Да, мы тоже сегодня говорили, что... Да, что детям нужны счастливые родители. Конечно. А не страдающие. Дальше. А вот после развода вдруг я больше не выйду никогда замуж. Мы сегодня тоже упоминали это, да, даже в мужской... Да. Да, так сказать. То есть это тоже неправильно, да? Это... Этот страх очень мешает реально выйти замуж. И на самом деле женщины, которые хотят выйти замуж, ну, выходят все замуж. Понимаете? Кто хочет, тот выходит. Вот, конечно. Кто хочет, тот выходит. Некуда уйти. Вот, допустим, развелась бы, да некуда уйти. Вот женщина говорит. Поэтому продолжают жить с мужчиной. С нелюбивым. Это не миф. Это тяжкая социальная ситуация. Так. Когда нет денег, чтобы разъехаться. Это причина или оправдывание в некоторых случаях, да? Да. Да, это тяжелое-тяжелое, когда действительно людям нельзя поехать, разъехаться. Вот, Наталья Федоровна, самый яркий женский миф о разводе, который мешает женщине жить нормально в браке, и который приводит к разводу, а мог бы и, скажем так, наоборот, вести. Да, он один, и он совершенно главный. Да. Плохой брак лучше свободы. Так. Это совершеннейший миф. Нормально осознанная свобода гораздо лучше плохого брака. Понимаете? Потому что у нас цепляются за брак, да, именно из-за этого вот мифа, понимаете, который к 21 веку вообще не имеет отношения. Это наши прабабушки должны были так думать. Такой миф. Если изменяют, значит, точно надо разводиться. А надо ли, если муж изменяет? Это сложный вопрос. Сложный, да? Я думаю, что у нас уже в обществе произошло понимание, что измена и измене рознь, кроме того, измена вызывает разные отношения, и я думаю, что если изменяет, то обязательно надо разводиться. Это, безусловно, не то убеждение, оно слишком общее, нужно рассматривать конкретные ситуации, и я должна сказать, что очень часто оба супруга после развода, совершенного из-за измены, жалеют об этом. Понимаете, что не хватило терпения, мудрости, желания понять друг друга. Вот в ту ситуацию критическую, конечно, хочется рвать и метать, это понятно. Но вот надо себя успокоить и посмотреть, что разрушила измена. Потому что очень часто измена ничего не разрушает. И это правда. Правда. Конечно. Слушайте, это открытие. Ну, конечно. Потому что это такое вот ситуативное сексуальное поведение. Понимаете? Замечательно. И последний ваш короткий совет, и как относиться к советам подруг и мам, которые говорят, разводись, с кем ты живешь. Очень коротко, у нас несколько секунд до окончания программы. Никогда не слушайте ни подруг, ни мам. Слушайте только само себя. Потому что разводитесь вы, а не они. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу, дорогие друзья. Мы сегодня говорили о том, как относятся к разводам мужчины и женщины. Поэтому помните, что всегда вы самые главные в ваших отношениях. Берегите свою любовь и будьте счастливы.